У меня был такой извилистый путь в научпоп, потому что я занимался журналистикой, я занимался маркетингом. То, что сейчас вот меняется климат, это многое дает археологам. Как вы относитесь к истории склонирования вот этих вот животных? Человек уничтожал только виды, а теперь он их... Один из мифов, который вы развенчивали, касался как раз Нового ковчега. Каждой твари по паре и год поплавать с большим удовольствием посмотрю на этот эксперимент. То, как люди переписывают историю, почему-то это лженаука не называется. Есть некий официоз, который нужен для того, чтобы мы гордились своей родиной, нашими предками. Очень важно заниматься просвещением. Эволюционирует ли человек по-прежнему сейчас? Человек начинает вмешиваться сам в свою эволюцию, в устройство своего организма. Фантасты уже насочиняли на эту тему много, но реальность будет, скорее всего, еще более фантастической. Можно ли утверждать, что мы самые умные на планете Земля живые существа? Чем больше узнаешь, тем больше вопросов возникает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, сколько раз вы были в Армении, в Ереване в частности, и с чем были связаны ваши визиты в нашу страну? Один раз. То есть это был первый раз, когда вы были здесь, и вот все, что мы видим, связано с «Кармич Блуром» и другими съемками, это происходило во время этой одной поездки. Да, это была одна поездка осенью 2023 года. Мной целью было провести наш эксперимент реконструкторский, хотя уже многие написали, что для такого эксперимента не обязательно было ехать в Ереван, но раз пригласили, почему бы и не поехать. И да, это впервые я был, собственно, в Армении, в Ереване. Так, и вы сразу, этот эксперимент было задумано изначально делать вот как раз там, где крепость этой Шабани, «Кармич Блурш», «Урардская крепость», и вот, собственно говоря, там это было все сделано. Ну вот Иван Семьян, он наш большой друг, с некоторых пор он там стал директором вот этого парка. «Кармич Блурш», да. Да, мы с ним еще давно, еще когда он был в России, обсуждали этот проект, вот этого эксперимента. Мы его хотели делать в Москве, потом начался ковид, потом еще что-то началось. А в итоге Ваня предложил, что у него есть там замечательное место, есть как бы где таскать, есть что таскать. И мы сорвались и прилетели. Понятно. Скажите, вы в этом видео говорите о том, что дальше вы будете также поднимать блоки, потом их ставить друг на друга. Это уже снято или это еще в будущем? Нет, во-первых, это в будущем, конечно. То есть нет, у нас в планах сначала вот так же перемещать, но только блок побольше. Потому что в этот раз мы таскали груз 2,5 тонны, потом мы хотим увеличивать, то есть 10 тонн, а то он 50, то может быть 100. Так до Бальбека доберетесь. Вот, да. Ну, в идеале да. Реконструкция вот все более усложняющегося вот такого процесса транспортировки, все больших грузов. Понятно. Ну, я, если кто-то вдруг не знает, скажу, что в плане расчетов Александру очень легко, потому что он закончил с отличием в свое время высшее учебное заведение по специальности прикладная математика. Вообще, как вы, человек, который закончил, и даже аспирантуру вы защитили по прикладной математике, как вы начали заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? То есть, интересует вас не совсем математика, скажем так, археология, антропология, происхождение человека, какие-то развенчивания мифов различных, но никак не математика. Или математика тоже? Как это? Математика меня интересует, но меньше. Вот, аспирантуру я закончил в 2000-м году, а проект «Антропогенез» стартовал в 2010-м. То есть, от окончания аспирантуры до того, как я снова начал заниматься в каком-то виде наукой, прошло 10 лет, в течение которых я занимался чем угодно, но только, собственно, не наукой. Ну, по крайней мере, не этой наукой. Поэтому у меня был такой извилистый путь в научпоп, потому что я занимался журналистикой, я занимался маркетингом, преподавал пиар даже. И потом уже просто как журналист, как человек, который пишет тексты популярные, я снова вернулся уже в науку, вот с того входа, с того входа, где заходят те, кто занимается просвещением. Вот, ну, это была моя чисто личная инициатива. Там еще в 2009-м году я познакомился познакомился со Станиславом Дробышевским, познакомился я с ним, потому что интересовался антропогенезом и прочитал несколько книг Станислава. Но это было еще до того момента, как он стал писать научно-популярные книги. Это позже началось. А тогда у него были книги совсем не популярные, а такие... Научные. Хардкор, хардкор такой. То есть, каталоги ископаемых, скажем. Вот. Но я их читал. Как бы сложно представить, что это можно читать, но я это читал. И вот на этой почве со Станиславом решил познакомиться, решил сделать с ним интервью. Тогда, будучи журналистом, а потом уже возникла идея совместного такого просветительского проекта. И вот 1 октября 2010 года был открыт сайт Антропогенез. С тех пор вот это все и происходит. 14 лет, да. Антропогенез.ру. Очень много там интересных материалов. Если кто-то вдруг не знаком, то весьма-весьма рекомендую. Ну что, раз уж вы занимаетесь и увлекаетесь ископаемыми происхождением жизни на Земле, верите ли вы в ту историю, и, как вы считаете, она полностью и научно доказана, что я и вы и все остальные люди на планете Земля являемся родственниками. И у всех у нас есть одна общая пра-пра-пра-пра-пра-бабушка или пра-ева. Это так или это не так? Во-первых, тут слово «верите», оно вот есть обывательское понимание слова «верить». То есть вот мне кто-то рассказал, и я верю. И есть, когда мы в науке говорим, что ученый во что-то верит, или человек, занимающийся наукой, во что-то верит, это значит, что он рассмотрел аргументы в пользу этого утверждения и считает его научно обоснованным. Да, я считаю научно обоснованным представление о том, что все мы родственники, все люди родственники восходят к общему корню, и, собственно, все живое на нашей планете тоже восходит к общему корню, но который только чуть-чуть подальше, в прошлое уходит. А так, да, все люди происходят от одного ствола. От одного ствола, в основе которого вот была одна мама и один папа. Ну, вы понимаете, на самом деле, ну, совсем так. Потому что тогда мы говорим про вот эту митохондриальную Еву, так называемую, то мы говорим о происхождении только небольшой части нашего генома, прямо исходя из определения. Митохондриальная Ева – это от кого нам досталась митохондриальная ДНК. Но митохондриальная ДНК – это такая маленькая часть человеческого генома. А у нас в геноме есть еще много других кусочков, у которых могут быть свои мамы и свои папы. Вот. Поэтому, вот, учитывая, например, хотя бы то, что мы сейчас знаем, что наши предки скрещивались с неандертальцами, то у нас вот еще где-то там неандертальский папа где-то замешался или неандертальская мама. Ну, скорее всего, может быть, их было несколько. То есть, предков в каком-то смысле много. Но есть вопрос в том, насколько мы далеко в прошлое уходим, потому что где-то там это все равно все сходится в одну точку, вот, но точка эта может быть, скажем так, дальше, чем, в общем, начало вида нашего, учитывая вот эту гибридизацию. Ну, и в конце концов, последние годы стали глубже копать, скажем так, да, и человечество стало старее чуть-чуть. Или не чуть-чуть? Ну, оно постепенно, постепенно, скажем, по мере того, как называется наука, и Вселенная стала старее, и планета наша старее, и жизнь на Земле, и человеческий род, и вид Homo sapiens. По мере того, как появляются новые находки, и по мере того, как старые находки более точно датируются, то есть вот считалось, что виду Homo sapiens 200 тысяч лет примерно. Ну, вот была находка черепа, такого как бы, ну, архаичного сапиенса из Джибел Ирхут в Северной Африке, в Марокко, и у него была датировка 160 тысяч лет. А потом его взяли, там, более современным, более крутым методом датировали, и получилось 300 тысяч лет. И бац, ну, находка-то старая, это ей там уже несколько десятилетий. Бац, и вид Homo sapiens уже 300 тысяч лет. Постарели. Так, раз уж мы заговорили про Еву, то я бы очень хотел, чтобы мы с вами чуть-чуть поговорили про матриархат. Я тут недавно что-то сказал по этому поводу, о том, что в Армении когда-то был матриархат, и отголоски матриархата до сих пор есть в каких-то наших обычаях, традициях. Ну, например, мы армянский язык называем языком матери или материнским языком. Столица наша, это материнский город. Вот, например, родина у нас так же, как у немцев, да, страна отцов или земля отцов, Хайреник, а столица это Майракхагак, вот, то есть связана с матерью. Вот что вы думаете по этому поводу, с чем это было связано, и сначала был матриархат, потом все-таки патриархат, или какие-то истории шли параллельно друг с другом? Слушайте, ну, во-первых, тема эта, мягко говоря, немножко в стороне от моих интересов. Вот, насколько я знаю, во-вторых, насколько я знаю, по современным представлениям, вот как таковой матриархат, то есть общество, где главенствуют женщины, он, если и был когда-то, то это было довольно редким явлением, то есть все-таки, значит, когда мы говорим про, вот, допустим, явление наследования по материнской линии, это называется матрилинейность, матрилокальность, когда муж переезжает жить в общину с женой, это встречалось, и это встречается сейчас. Ну, там, допустим, у евреев, у них до сих пор наследование по материнской линии происходит. Вот, но это не матриархат, потому что это не означает, что женщины занимают в обществе главное положение. А вот истинный такой матриархат, судя по всему, если и встречался, то очень редко. И вот в этнографии таких примеров, если они тоже, если они есть, их крайне мало. Современные этнографы считают, что все-таки патриархат был исходным, а матриархат, если где-то и появлялся, то на более поздних этапах развития человеческого общества, встречалось это где-то локально, и это исчезло с появлением... Вот я сейчас, чтобы меня этнографы не били сразу, вот как бы, за что купил, за то и продаю. Что пока было мотыжное земледелие, женщины работали в поле наравне с мужчинами. А вот когда появилось плужное земледелие, там стал рулить опять мужик. Да, но еще раз, я не поручусь, что это прямо вот сейчас такой прямо научный мейнстрим. Вот мейнстрим заключается в том, что не было вот этой истории. Это вот от Энгельса идет, и там от таких Морган, Энгельс, такие вот основоположники, в принципе, этнографии, которые на очень ограниченных данных 19 века делали некую экстраполяцию в прошлом. Причем изучая там, допустим, общество Нового Света, вот индейцев там в Америке изучая, и видя у них какие-то, может быть, такие отголоски матриархата, как казалось, как казалось им. Но сейчас мы понимаем, что, во-первых, эти общества вовсе не примитивны. Во-вторых, не факт, что это то, что мы видим, это отголоски матриархата. В-третьих, просто помимо Нового Света есть куча других сообществ. В общем, сейчас это не считается, вот эта концепция, она устаревшая, в общем. Про то, что был матриархат, потом на смену пришел патриархат. Это такая история, в общем, науки. А все эти женские божества и так далее все-таки... Ну, были женские божества, и мужские, и женские. Но еще раз, это не является таким прямо маркером матриархата. Но еще раз, все-таки не совсем по моему профилю, поэтому... Ну да, мы просто поговорили про это. А как вы считаете... Мы просто поговорили. Да-да-да. А как вы считаете, сегодня, вот многие говорят, предположим, мы тоже с вами, давайте попытаемся какую-то проекцию на сегодняшний мир сделать. Говорят о том, что... Ну, есть такая теория, по крайней мере, какой-то ряд даже серьезных ученых об этом говорит, о том, что если бы государствами руководили женщины, если бы в государственных органах было больше женщин, то жизнь на земле была бы немножко другой. Как вы считаете, правильно, неправильно? Есть такая история? Возможно. Возможно. Ну, мне кажется, что это сильное такое упрощение. Когда мы делаем... Понятно, что феминизм рулит, и, значит, все плохое от мужчин, и все хорошее от женщин. Мне кажется, что жизнь чуть сложнее вообще. Наверное, что-то... Может быть, что-то и было бы по-другому. В ближайшем будущем, возможно, мы это увидим. Но я бы не сводил все к признаку гендера, так сказать. Понятно. Вот. Ставим многоточие. Вопросим от Риархата. Я думаю, что на самом деле действительно есть вопросы и поважнее. По крайней мере, вот мне очень понравилась история с круглыми червями, которых нашли на Колыме, и которые спустя 46 тысяч лет начали размножаться, и прочее, прочее, прочее. Вы об этом рассказывали в одном из своих видео. Нематоды для таких круглых червей, тип круглых червей. Их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известно, они очень крошечные, по миллиметру длиной в основном. Но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. Когда я услышал это от вас, я сразу подумал о том, что, ну, слушайте, достали ученые из вечной мерзлоты, или не из вечной, из какой-то мерзлоты достали, принести в лабораторию, разогрели, и все это произошло. Но сегодня же на планете происходят тектонические и титанические какие-то изменения. Глобальное потепление тоже. Вполне возможно или невозможно, вы можете опровергнуть, что, ну, я не знаю, какие-то организмы проснутся, которые тогда заснули, и что мы будем с ними делать? Это могут быть какие-то вирусы, какие-то, я не знаю, одноклеточные или простейшие организмы, которых до сих пор мы ничего не знали. Что-нибудь может плохое или чудовищное произойти с этой историей? Или это нет? Ну, слушайте, вот история с этими нематодами, да, она интересная, что там оттаяли червячки эти. Ну, строго говоря, это еще надо доказать. Так. То есть, ну, есть такое исследование, да, оно очень крутое, пафосное, и там действительно они доказывают, что 46 тысяч лет, но строгих доказательств пока что, потому что это вот именно та самая нематода. То есть, они-то, во-первых, они датировали-то не червячка, они датировали какую-то органику в этом образце. И все-таки есть исчезающая, ну, не такая, небольшая, но вероятность, что эти, значит, животные туда как-то потом просочились. Вот. Хотя они, конечно, в статье там приводят от аргументов, что это быть, произойти не могло, но быть уверены мы прямо так в этом мы на 100% не можем. Вот. Конечно, то, что сейчас вот меняется климат, это, кстати говоря, многое дает археологам. То есть, еще раз, ну, вот я как бы еще раз повторю грустную мантру о том, что вопрос не совсем ко мне, как бы, о возможностях там оттаивания вирусов, бактерий, там каких-нибудь патогенов спустя тысячи лет. Вот. Или там десятки, сотни тысяч лет. Вот. Для археологов это прикольно, потому что, ну, в некоторых случаях, потому что и для палеонтологов, потому что оттаивают всякие замерзшие животинки, там находят мумии древних животных, там типа каких-нибудь щенков древнего волка или медвежат ископаемых, там возрастом 20 тысяч лет. Целые есть сейчас такие движения археологов, которые ходят по растаявшим, тающим ледникам где-нибудь в Альпах, в Канаде, значит, там в Швейцарии, еще где-то, и собирают просто артефакты, которые оттаивают и лежат на поверхности, включая там какие-то там копья, луки, стрелы, лыжи, там находка есть лыж, которым, не помню, сколько-то тысяч лет, оттаившая, обувь древних людей и еще что-то там. То есть, древние люди там шастали когда-то, потом это засыпало снегом, замерзло и тысячи лет это в леднике, сейчас ледник с каждым годом отступает и каждый год что-то оттаивает новое. И дальше туда бегут археологи, это целое направление вот этой новой такой археологии, которым нужно это быстро собирать, пока она только вот оттаяла и еще не успела разложиться. То есть, пока она лежала в морозилке в этой естественной, с ним все было хорошо, она растаивает и очень быстро пропадает. Поэтому там вот такие вот эти сборщики курсируют специально, специально снаряжают экспедиции сейчас ежегодно, собирая вот это все. И там прям много-много всего оттаивает. Вот это вот изменение климата нам такую дают возможность, которую нельзя упускать. Ну, там можно вспомнить ледяного человека Эдси, но это еще конец 20 века, который тоже оттаивал. А вдруг еще там парочку таких же мумий найти, да хоть еще одну. Это просто очень невероятный подарок ученым. Слонов Ганнибала можно откопать, да? Они что-то где-то. Кто знает, кто знает. Понятно. мумию неандертальца. Ну, это, конечно, скорее всего, неизбыточные мечты. Ну, так они просто не выбирались. Помечтать можно, помечтать можно. Ну, если щенков каких-то нашли, хотя, а может быть, в северных широтах, опять же, Скандинавии, Россия, Канады тоже можно найти. Вот я вспомнил, вспомнил самый крутой, на мой взгляд, пример. Там нашли щенка возрастом, там, условно, 12 тысяч лет. В Якутии, кстати. А в желудке у него нашли кусок шкуры. Да, и выясняли, кого он съел, да. Да, сделали ДНК-анализ, оказалось, что это носорог. То есть, это шкура носорога. А носороги вымерли примерно 12 тысяч лет назад. То есть, это один из последних носорогов, которого съел этот щенок, потом он замерз, не впрок ему эта шкура оказалась. И вот сейчас его исследовали. Причем ДНК такого качества хорошего, что его использовали уже при изучении самих носорогов древних, наряду с другими образцами. Как вы относитесь к истории склонирования вот этих вот животных из ДНК или из частичек? Это фантастика или все-таки ближайшее будущее? Ну, это пока что фантастика. Я знаю, что многие специалисты, причем особенно специалисты, скептически смотрят на эти проекты, но мне кажется, что ну, таких прям каких-то запретов, что это прям вот невозможно сделать, я не вижу. Это очень технически сложная задача. Пока что она, насколько я понимаю, за пределами возможностей современных, но если стараться, 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 вкладывать, инвестировать туда, ну, прежде всего, человеческий интеллект, там, всякие там ресурсы, то может быть лет через 20 получится. Почему нет? Понятно, что там, ну, как вы понимаете, там же недостаточно иметь ДНК. Ну, да, для того, чтобы выносить носорогу. нужен клеточка, контейнер, носорога или слона, ну, там есть мамонта, есть идеи из слона постепенно. Скрещиватель, да? Да, постепенно из слона вы получите туда чуть-чуть мамонта добавлять, но это долго, даже если это получится технологически, это же сколько поколений слонов нужно. В общем, ну, работы ведутся в этом направлении и клонирование. Пока что ныне живущих организмов уже вполне обкатанная технология может получиться и с ископаемыми. Это будет здорово, это прям такой, как это, будет переход, то есть, вот человек уничтожал только виды, а теперь он их будет восторжать. Да, тоже хорошая гуманная история. Ну, и в конце концов, если сегодня наука не может, то наука совершенно спокойно может замороженными их держать до тех пор, пока наука сможет. По крайней мере, они не испортятся. Это тоже важно. Так, хорошо, еще я бы очень хотел с вами поговорить про то, что вы, один из мифов, который вы развенчивали, касался как раз Ноева Ковчега, это такая святая история для всех людей, особенно для нас, для армян. Вот, ну, эту историю можно увидеть на вашем канале. Вот, ну, а вообще, как вы относитесь вот ко всем этим мифам с научной точки зрения? Во-первых, почему они возникли? Причем, они же возникли не в одном месте, они возникли во многих местах. И, наверное, говорить о том, что кто-то придумал, а потом их раскидало кого-то в Австралию, кого-то в Южную Америку, кого-то в Северную Америку, кого-то там, в Ассирию, а кого-то еще куда-то. Ну, что-то же было, почему люди, или все люди просто думают одинаково? Почему этот миф родился вообще? Это именно про потоп? Потоп и спасение, да. Потоп и ковчег и спасение, да. Человечества и животных. Мы никогда не узнаем, мы никогда не узнаем, почему он родился. Насколько я знаю, как бы есть, допустим, у нас такой историк-археолог, этнограф Евгений Березкин, который занимается темой именно происхождения мифов и их вот распространения. У него как раз идея о том, что эти, вот, ну, что касается идеи потопа и спасения от потопа, которые действительно в разных видах существуют очень многих народов, определенным образом распределенные географические, кстати говоря, а у некоторых народов его нет. Вот, и как раз он предполагает, что это из одного корня. Из одного места. Это соответствует расселению человечества, что это миф достаточно древний, который был у некого народа, от которого произошли вот эти вот люди, расселившиеся, в том числе, в новый свет. Исходя из этого, он предшествовал еще заселению нового света, его появления. Вот, но уже после выхода из Африки. Ну, возможно. Дальше, значит, вот, тоже те специалисты, которых я знаю, включая упомянутого Березкина, они предостерегают от такой интерпретации, что вот там говорится про какое-то чудище в мифе или там про какое-то событие, значит, оно вот было, и они его описали. То есть, ну, это, вот, интересно, что вот пытаются, когда, например, даже в мифах найти там динозавров, то есть, вот, драконы, это вот динозавры, которых видели люди, а ответ такой, ну, вот, как бы, судя по тому, что мы знаем, люди все-таки с динозаврами никогда не встречались, просто там 60 миллионов лет между ними, но мы знаем, что люди встречались с мамонтами, но почему-то в мифах нет мамонта, нету их, вот, но за исключением вот упоминаний вот этих мумий, может быть, оттаивших. Соответственно, если в мифе что-то и находит отражение, то в очень сильно измененной форме, вот, но вот какая-то, может быть, была какая-то, какой-то страх, связанный с наводнениями, он нашел отражение вот в этом потопе и в спасении от него. Смотрите, вот вы, например, говорите о том, что вполне возможно и доказали это чуть-чуть, или там стоите на дорожке доказательств, что люди могли с помощью обычной веревки и бревен перетаскивать достаточно большие грузы. Вот, есть люди, которые говорят о том, что вот, можно Стоуншенч построить вот так, ребята, вот так его построили, по крайней мере, мы так себе представляем. А есть люди, которые говорят, что Ноев Ковчег тоже можно построить, вот, можно построить вот такой ковчег, поместить туда вот такое количество животных, но и тем не менее про Ноев Ковчег вы не очень верите, а вот в египетские пирамиды очень верите, в чем разница? Нет, ну как мне не верить в египетские пирамиды, если на них можно прийти и посмотреть? Не в самих пирамидах, а в том, как их построили, как построили египетские пирамиды. Мы исходим вообще из фактов, из имеющихся фактов. Паранойя в ковчег у нас фактов примерно ноль, за исключением мифов, которые, в общем, если трактовать буквально, сразу вступают в противоречие с кучей наук, включая географию, биологию, физику и прочее. Как раз что касается пирамид, у нас есть, ну, помимо, опять-таки, самих пирамид, у нас есть археологические свидетельства, у нас есть теперь уже и текстовые источники, с некоторых пор и текстовые источники, собственно, эпохи постройки пирамид. У нас есть находки поселений-строителей, и у нас есть реконструкции, которые показывают, что это возможно, что это соответствует тем технологиям, которые были тогда. Вот, и мы тут не плодим сущностей. Вот, когда мы, если кто-то попытается построить ковчег и напихать в него, значит, животных, а потом, ну, вот, как бы, каждой твари по паре и год поплавать, я бы очень с большим удовольствием посмотрю на этот эксперимент. Пока что я про такое не слышал. Нетфликс надо, чтобы Нетфликс замахнулся на эту. Ну, да, да, ну, кто-то профинансировал. Нет, это будет прикольно, это будет крутое шоу. Ну, вот реально, ну, как бы уж, ну, вот год, берите там слонов парочку. Жирафов. Жирафов, верблюдов, муравьев. Все. Которые пары, кстати, не могут жить. Да, там, королева нужна, да. Тарица, ну, тоже она год, вот, то есть, как-то. Ну, там есть всякие попытки объяснить, что брали там, ну, как бы у креционистов там не напридумывали, что брали только представители родов, то есть, не видов каждых, а родов, а все виды потом от них вот произошли. Но даже при таком раскладе, да, там есть еще всякие кишечные паразиты, жутко ядовитые животные, животные, которым требуется исключительно там проточная вода. Значит, животные, живущие в разных климатических поясах вообще. Пингвины. Ну, там, пингвины, да. Ну, помимо пингвинов, там, куча всего. Высокогорные, пещерные вообще, подземные, черти какие. Вот, ну, и то, как, вот, потом, это известная тема, как сумчатый крот полз с Арарата в Австралию. Дополз. И дополз. Это очень тоже интересная история. Я помню, когда дочери своей первый раз рассказывал этот миф, смотря на Арарат, вот, она спросила меня, говорит, папа, а зачем он тараканов взял? Вот уж действительно. Мог же кого-то не взять, да? Ну, динозавров не взял, судя по всему. Да, динозавра, видимо, не взял. Хотя некоторые доходят до того, что и динозавров взял. Александр, ну, вы пытались когда-нибудь понять этих людей? Вот этих людей, которые верят вот в такие истории, в людей, которые верят в плоскую землю. Ну, их же миллионы, миллионы буквально. И почему это, вот, почему это так? Почему это, откуда эти люди берутся, почему они не хотят верить в то, что, ну, факты говорят совсем о другом? Ну, во-первых, я там уж прямо знак равенства не ставил, там, между, допустим, верующими в ковчег и верующими в плоскую землю. Там, понятно, что немножко разные диагнозы. Слушай, ну, по-моему, плоская земля, это, по-моему, еще хуже. Ну, да. Ну, да. Я об этом и говорил. Ну, и есть там даже исследования психологов, которые занимаются вот этой темой. Почему всякие конспирологические идеи, всякие антинаучные идеи оказываются популярны и вообще даже сплачивают определенные, субкультуры на этой почве вырастают. Это психология. То есть, во многом, тут нет простого объяснения, но во многом, вот люди, мы с вами, мы мыслим иррационально. И многие идеи усваиваем не потому, что нас убеждают там наукой, фактами, а мы их принимаем иррационально, а уже потом для себя обосновываем рационально. Вот если бы было по-другому, то ничего бы не стоило переубедить этих людей. Но вот именно потому, что ко многим нашим убеждениям мы приходим иррациональным путем, мы потом держимся за них. Это косность мышления, что это? Это, ну, это не, в каком-то смысле это косность мышления, это то, как устроена вообще наша голова. То есть, вот есть определенные вещи, там типа интуиция. Вот интуиция считается, что это хорошо. Но на самом деле интуиция нас регулярно обманывает. Вот если бы интуиция нас не обманывала, наука была бы не нужна. Наука контринтуитивна. И вот здесь как раз интуиция нам говорит, что Земля-то плоская. Потому что мы смотрим вокруг и видим эту плоскость. Интуиция нам говорит, что Земля неподвижна. Потому что если бы она двигалась, мы знаем из нашего опыта, что если что-то движется, то мы это наблюдаем, мы это ощущаем. А движение Земли мы не ощущаем. То есть, наука дает нам контринтуитивные вещи. И когда наука выступает против, то же самое эволюция, абсолютно то же самое. Мы же видим, что никакой эволюции не происходит. Ну вот я родился, видел этих кошечек. И вот мне уже там скоро 50 лет, и кошечки точно такие же бегают. Ни одна не эволюционировала, не знаю, там в динозавра. Короче говоря, сила лыженаучных идей, в том числе, что они поддерживаются интуицией. Во-вторых, они часто связаны с принадлежностью к какому-то обществу, сообществу, группе. Значит, то есть, это вот самоидентификация, самоопределение человека. То есть, вот он противопоставляет себя серой массе, например. Вот он такой против системы. Вот система ему навязывает эту круглую Землю. А вот они борцы с системой. Они, значит, за плоскую Землю. И он уже эту идею поддерживает просто постольку, поскольку люди его круга ее поддерживают. И он, как бы, он с ними. Вот, а мы ему там начинаем это, что-то там про звездное небо рассказывать. В телескоп его пытаемся заставить смотреть. Зачем? У него есть, вот я, грубо говоря, я там республиканец, а все республиканцы против прививок, условно говоря. То есть, человек, еще раз, многие идеи вот эти принимает совсем не научным путем, а вот такими вот путями. Потому что мне папа сказал, потому что в школе у нас был классный священник и рассказал нам, что эволюция ложь. Потому что мои друзья так считают, а они хорошие ребята. Вот, куча причин, помимо рационального мышления, заставляют нас принимать самые разные идеи. И потом мы эти идеи отстаиваем, опять же, вопреки рациональным доводам. Это психология. Но вам могут возразить, ну, например, зарождение жизни на Земле. Насколько должно было совпасть очень много случайностей для того, чтобы это произошло? Вот, вот вы сейчас и говорите, подтверждаете то, что я говорил. Это контринтуитивно. То есть, интуитивно нам кажется, что это невозможное событие. А наука говорит, что возможное. Но мы не будем верить такой науке. У нас же вокруг вот жизнь не зарождается. Нет. Значит, и раньше это не могло произойти. Кроме того, что это еще и противоречит нашей религии, ну, например. Да? Потому что, ну, а где же вот божья искра? Вот. Так что научные идеи могут противоречить не только интуиции, но и традиции, религии, идеологии. И это все вот создает вот эти, как бы, популярность лженауки. И, казалось бы, в 21 веке ее должно быть все меньше и меньше, а мне кажется, что ее становится все больше и больше. Чем больше люди узнают, или чем больше возможностей у них меняться и обмениваться информацией, тем больше людей верят во всякую непонятную. Это некий парадокс. Это некий парадокс. И даже некоторые авторы обращают внимание на то, что лженаука – это неизбежный спутник науки. И это плата за авторитет науки. То есть, вот поскольку наука авторитетом является для людей, появляются те, кто под нее маскируются, те, кто лженаукой занимается. Они паразитируют на авторитете науки. Если бы наука не была популярна, если бы она не пользовалась авторитетом у людей, не было бы и такого количества всяких вот этих мракобесов, лжеученых. Ну, еще, естественно, распространение, демократизация средств связи, появление возможности вот самим производить, создавать информацию. Когда каждый желающий может стать блогером, там свой канал создать, там снимать видео. Писать статьи. Да, и там дальше это живет даже не по законам там СМИ, а вот такая это, как раз там некий естественный отбор происходит. Ты просто должен быть более популярен. Любым путем. Лженаука оказывается вот таким вот как раз хорошо продаваемым контентом. Но, тем не менее, не забывайте про дедушку Дарвина, потому что даже это происходит с помощью естественного отбора. Да. Так что дело Дарвина живет. Скажите, пожалуйста, а вот, ну вот, когда люди верят в плоскую землю, или в то, что для того, чтобы зародилась жизнь во Вселенной обязательно кто-то нужен там где-то, вот, это еще более-менее. И это мы называем, например, лженаукой. А вот то, как люди переписывают историю, кто как хочет, почему-то это лженаукой не называется. Вы не видите здесь какого-то тоже глобального обмана? История наука. И, в общем-то, достаточно популярная, достаточно древняя, можно сказать, одна из древнейших наук на планете, на нашей. И, тем не менее, ее периодически переписывают, ее периодически кромсают, ее периодически кастрируют. Но никто людей, которые этим занимаются, лжеучеными не называет почему-то. Во-первых, естественно, в ряде случаев тех, кто занимается ревизией, историческим ревизионизмом, их как раз лжеучеными считают вполне. Вот, другое дело, что лженаучная, вот такая лжеисторическая какая-то концепция может быть частью государственной идеологии. Вот, я об этом говорю, да. Ну, да, проблема есть такая определенно, потому что отличие истории от других наук в том, что для государства может быть важен некий исторический миф, который дает некое обоснование. Ну, он всегда есть. В любой стране, как бы, есть, как бы, наука-история, и есть официальная история, или, там, та история, которую рассказывают детям в школе. И это не одно и то же. Это нельзя путать. Потому что, когда мы говорим про историю как науку, это просто, вот, там, некие книжные черви, ну, так, не будем уничижительно называть, но, в общем, или археологи, или люди, работающие в архивах, ну, разных специальностей занимаются. Они занимаются изучением документов, свидетельств о прошлых эпохах, и по ним восстанавливают некий ход событий. Вот, а есть, собственно, некий официоз, который нужен для того, чтобы мы гордились своей родиной, значит, нашими предками. У нас такая древняя, может быть, чуть более древняя, а давайте еще удревним чуть-чуть ее, чтобы у нас она была древнее, чем у других. И она нам дает, например, право на какие-то территории. Вот, они там, они вот там без году неделя, а тысячи лет назад там наши города были. Заберем ее себе. Ну, как бы, примеры исторические вы сами прекрасно знаете. Вот, и это, конечно, совсем другое дело. И это не наука история. Хотя, к сожалению, они могут, ну, вот... Пересекаться. Немножко пересекаться. К сожалению, когда особенно, вот, как бы, если это государство такое становится, там, жестким, там, с какой-то диктатурой, там, там идеология может очень сильно давлеть над науками. И над историей, как бы, не в последнюю очередь. Потому что, еще раз, это часть, это часть некого мифа пропагандистского. Еще раз хочу подчеркнуть, что если мы хотим знать настоящую историю, нам надо читать не школьный учебник, а это то, откуда большинство людей знают историю. Или, тем более, там, не какие-то художественные фильмы голливудские смотреть. Это тоже некий конструкт. А читать сложные статьи из научных журналов, монографии, вот, ну, которые, конечно, большинство людей часто недоступны. Парадокс такой. Ну, а как маленькому русскому мальчику или маленькой русской девочке, ну, не обязательно русскому или русской, жителю Российской Федерации, да, рассказать про монголо-татарское иго? Было оно, не было его, в учебнике пишут одно, ученые пишут другое. Как с этим жить и как с этим быть? Ну, так вот, с этой целью, например, мы создавали наш проект «Ученые против мифов». Как раз, вот, у нас там была, например, лекция по поводу татаро-монгольского иго. То есть, для ученых очень важно заниматься просвещением. Просто когда они этого не делают, когда они этим не занимаются, на этой почве и вырастает всякая мракобесие. Потому что эту нишу свободную занимают другие люди, у которых есть готовые ответы. Причем ответы часто, ну, листящие самолюбию граждан. То есть, когда начинают рассказывать, вот, вам говорили, что славяне, они только там, значит, в пятом-шестом веке нашей эры появляются, и никакой письменности-то у них не было. А зачем это вам говорят? А что, потому что народам без прошлого проще помыкать. А на самом деле мы знаем, что, значит, там, еще в Палеолите города, значит, и на мамонтах ездили. Вот, ну, если у человека, как бы, ну, вот, никакого бэкграунда нету, он в это поверит, ему же это приятно. Наши предки не на деревьях сидели, а на мамонтах, значит, бороздили просторы Евразии в Палеолите. А вот, и потом бывает сложно, вот, дальше он этот миф усваивает сердце, попробуйте потом его разубедить. Поэтому вот, ну, на мой взгляд, только просвещение. Ну, просвещение, которым занимаются именно ученые, ну, или некие посредники, ну, вот я себя считаю в данном случае посредником, который это делает исключительно в постоянном контакте с учеными, со специалистами. Александр, вот у нас тут тоже есть проблемы с учебниками истории и так далее. Скажите, пожалуйста, и я знаю, что и в России их очень много. Скажите, пожалуйста, ученые должны идти в школу и рассказывать настоящую историю? Или все-таки нет? Нет, вот как это должно быть? Я хочу понять, как маленький человек, маленький гражданин должен узнавать правду. Откуда? Это семья? Антропогенез.ру? Еще что-то? Наш канал? На мой взгляд, может быть, одна из самых важных частей просвещения, это именно просвещение, направленное на детей. На детей, на подростков. И, может быть, одна из самых сложных задач – это просвещение детей. Потому что с ними нужен особый язык. Вы не будете так. Даже наши научно-популярные материалы, ориентированные на, так сказать, adult people, они для детей не годятся. И я сам, ну, у меня есть некоторый опыт выступления перед детьми, знаю, насколько это сложно. Но этим необходимо заниматься, в том числе и ученым, ну, или, опять же, неким просветителям, которые должны это делать в коллаборации с учеными. Это очень важно, и, да, этим нужно заниматься. Ну, вот у нас есть, например, на нашем канале есть мультфильмы про эволюцию для детей, которые мы делали долго, трудно. У нас там есть три серии именно такого детского мультика. Это отнимает много сил и ресурсов. Ну, это важно и нужно. Ну, это важно и нужно. Давайте про эволюцию тогда продолжим. С эволюцией динозавров более-менее понятно, что происходит с эволюцией человека. Эволюционирует ли человек по-прежнему сейчас? Или он такой же, каким он был много тысяч лет назад? Вот. И что будет с нами завтра? И все то, что происходит в мире сегодня, это является, скажем так, последствиями этой самой эволюции? Войны, демократия, диктатуры и прочее-прочее. Геноциды и все остальное. Эволюционирует ли человек и человек? Есть соблазн такой, знаете, свести все к тому, что называется, социальный дарвинизм. Да. Но это, конечно, некая такая примитивизация. Есть сейчас еще такой унижительный термин – биологизаторство. Но понятно, что, конечно, многое из того, что происходит, оно связано с тем, что мы вот люди, мы так устроены. Вот у нас такие вот потребности, такие эмоции, такой интеллект несовершенный. И нам нужно кушать, нам нужно размножаться и так далее. Поэтому, да, конечно, мы биологический вид, и мы социальный вид. Но это как бы некая надстройка над биологией. А, значит, что касается эволюции, то человек, безусловно, продолжает эволюционировать, никуда это не делось. Ну, другое дело, что это медленный процесс. Но даже вот сейчас мы могли наблюдать некие события, типа пандемии недавней, которая тоже осуществляет естественный отбор. Несмотря на то, что есть медицина, есть возможные блага цивилизации, которые стараются нас оградить от воздействия вот этих факторов, но полностью-то мы их исключить не можем. И постольку, поскольку люди продолжают все-таки умирать от болезней, например, постольку, поскольку одни люди размножаются сильнее, а другие могут, там, не могут, например, размножаться и по каким-то причинам бесплодные расставляют меньше детей, естественный отбор никуда не делся. И поэтому, да, эволюция происходит. Другое дело, что как бы на таких масштабах, каким является наша жизнь, мы сильно этого не увидим. Это нужно, там, сотни или тысячи поколений. Человек изменился и за последние, там, сколько-то тысяч лет, безусловно. И мы это видим сейчас, как бы по палеоантропологическим материалам. Сейчас, когда появилась возможность изучать древние геномы и сравнивать их с современными, мы видим, что люди менялись и распространялись, например, определенные варианты генов, которые связаны, допустим, с усвоением молока, с усвоением крахмала. То есть, вот, менялось питание человека и, соответственно, он адаптировался к нему. Человек расселялся и осваивал разные климатические зоны. И вот то, что у нас светлая кожа, это, как мы теперь знаем, относительно недавнее приобретение. То есть, еще, там, 10 тысяч лет назад, допустим, в Европе жили темнокожие люди. И потом достаточно быстро, буквально за пару-тройку тысяч лет, вот эта светлая кожа распространилась. Это связывается именно с особенностями климата. Прежде всего, с необходимостью получать ультрафиолет солнечный. Таких примеров существует довольно много. Они показывают, что, да, человек продолжает меняться, эволюционировать. Менялся в прошлом, будет меняться и в будущем. Как? Не знаю. Потому что сейчас появились различные факторы, которых не было. Ну и человек, надо добавить, что человек саму среду своей жизни меняет гораздо быстрее, чем мы вообще успеваем это отследить даже. Технологии меняются с такой скоростью. Человек начинает вмешиваться сам в свою эволюцию, в устройство своего организма. И в ближайшем будущем будет это делать гораздо активнее, чем сейчас. Поэтому, на мой взгляд, невозможно представить, какими будут люди хотя бы лет через 200. 200 вы слишком много сказали. Потому что я недавно разговаривал с одним из наших гостей. И он говорит, что мы живем в эпоху, когда уже по улицам наших городов ходят люди, которые будут заселять Марс. Что вы думаете по поводу будущего человечества, которое оторвется от Земли? Что будет с ними? Это тот же Homo sapiens или это совсем другие будут люди? По поводу будущего? Я-то могу сейчас наговорить все, что угодно. Проверить это все равно не получится. Ну, мало ли, вдруг кто-то через 200 лет это все увидит. На мой взгляд, если человечество себя не уничтожит, давайте надеяться, что оно себя не уничтожит. Неизбежное освоение других планет, ну, по крайней мере, нашей Солнечной системы. По поводу других звездных систем астрономы-астрофизики обычно довольно скептичны. Вот, ну, давайте говорить хотя бы про нашу Солнечную систему, там, Луна. Марс. Так себе как бы место, ну, Марс, там, Венера, спутники, планет-гигантов. Кто знает? То есть, если их будут осваивать, наверное, их будут осваивать. И будут там жить в течение многих поколений, наверное, это будет влиять как-то на человеческий организм. Хотя понятно, что там будут терраморфировать и пытаться как-то это приблизить, эти условия к земным, полностью идентичными. Их, наверное, сделать не получится. Значит, там будут люди как-то слегка отличаться. А через там много поколений, если не будет происходить постоянного генетического обмена, там могут возникнуть уже какие-то серьезные отличия. Вот. Но это все так, умозрительно все. Может быть, генетический обмен будет происходить черт знает как. То есть, через интернет будут передавать какие-то гены с земли свежие для обогащения генофонда. Может, этих людей будут генетически конструировать под эти условия. То есть, знаете, не менять условия, где они живут, а самих людей к ним приспосабливать уже с помощью геноинженерии. Все что угодно. Или там вообще это будут не люди, а какие-то киборги с инсталлированными мозгами человеческими. Ну, фантасты уже насочиняли на эту тему много, но реальность будет, скорее всего, еще более фантастической. Вот. Что из этого мы застанем, не знаю. Ну, согласитесь, что дети, которые рождаются и сразу понимают и знают, как пользоваться гаджетами, это немножко пугает. Или не пугает? Ну, просто, я не знаю, там прям вот рождаются. Понятно, что просто гаджеты, интерфейсик делают все более и более простым. То есть, если раньше нужно было нажимать кнопки, теперь нужно просто вводить пальчиком по экрану, и это как бы интуитивно понятная даже, наверное, младенцу вещь. А если он там будет уже силой мысли управлять, то да, он уже родился, и сразу какой-то интерфейс там под него настроился. Вот. Ну, ничего, почему пугает? Нет. Нормально, по-моему, это. Это тоже эволюция? Или это все-таки связано с техникой, с технологией? Эволюция технологий, скорее всего. Но в какой-то момент это же все сольется в единое. То есть, когда человек станет уже, уже становится единым целым с теми устройствами, которые он создает, они будут как-то эволюционировать уже сообща. Ну, да, уже на планете... Симбиоз, симбиоз это называется. На планете же живет уже человек с вживленным чипом, вот Илон Маск и его компания же сделали, он уже может управлять курсором, там еще чем-то, силой мысли. Ну, да, тараканы вон, киборги уже бегают. Слушайте, вас это не пугает? Это нормальный ход вещей? Ну, когда-то людей пугал телеграф. Да. Радио. Тем более радио, телевизор, автомобили. То есть, людей всегда пугает что-то новое. Ну, так человек тоже устроен. Это тоже интуиция. То есть, интуитивно что-то новое – это угроза для меня, для моей безопасности. Александр, не знаю, можно ли утверждать, что мы самые умные на планете Земля живые существа. Ну, по крайней мере, в общем-то, мы говорим о том, что есть другие не менее умные существа. Там, дельфины, косатки, киты, слоны, вороны какие-то. Вот. И, тем не менее, никому в голову не приходило строить себе подземное жилье, убивать сородичей с помощью оружия, разговаривать обязательно на огромных расстояниях, при этом надо обязательно видеть собеседника. Почему человек пошел по этому пути, а вот все остальные эти не менее умные, а, может быть, вы скажете, что они не такие умные, эти виды пошли по другому пути развития. У китовых, осадок и у воронов этих, которые там очень умные, у них тоже происходит эволюция или нет? Или только у нас? Нет, эволюция происходит у всех живых существ, просто это как бы свойство жизни. Ну, на тему того, кто там самый умный, это, конечно, некие спекуляции. Понятно, что все-таки человек изучает этих существ, а не они его, и предполагаем, что человек все-таки поумнее будет. Но, с другой стороны, мы сами эти тесты создали для определения умности, и сами, значит, ими меряем других. Но, как бы, там есть какие-нибудь муравьи, которые, допустим, придумали, создали сельское хозяйство, когда еще человека в проекте не было. Но все-таки по различным критериям, придуманным людьми, люди все-таки самые интеллектуальные пока что. Хотя некоторые животные к ним приближаются по тестам различным. По каким-то тестам даже и обходят человека. То есть, ну, например, по пространственному ориентированию, по способности запоминать, например, в некоторых тестах шимпанзе показывают более крутые результаты. Ну, можно там рациональное объяснение найти, почему это так. Ну, потому что там, грубо говоря, нужно ориентироваться в лесу. А человеку не нужно. Он смотрит там на дорожные знаки. Вот. Шимпанзе должен запоминать. Вот. Так, а вопрос-то какой был? Почему мы придумываем себе какие-то вещи? Напридумывали все. Дома, машины, гаджеты, оружие. А китам хорошо, они, вон, им нужно с Атлантики в Тихий океан. Они там поплыли себе. Ну, киты, киты, китам и так хорошо, как говорится. Ну, как бы, есть стандартный универсальный ответ на все. Так пошла эволюция. Почему мне плохо? Это Гравочевский говорит. Почему людям плохо, а у всем остальным хорошо? Почему людям плохо? Людям тоже хорошо. Не, ну. Людям хорошо вот так, а другим хорошо по-другому. Не, ну, мы... Наши предки, наши предки вот такую адаптацию создали. То есть, вот у кого-то есть там эхолокация, у кого-то есть способность впадать в спячку, там, не знаю, на большую часть года. Или там размножаться там в миллионами каких-то спор, из которых, может быть, там парочка в итоге дадут начало новым индивидам. А человек, предки человека пошли по пути вот такого вот сложного поведения и использования орудий. То есть, это как бы изначальный критерий, который тоже, конечно, не строгий, потому что животные тоже иногда используют орудия, и не так уж редко. Но вот как бы однополагающим критерием человека это всё-таки систематическое использование орудий. Вот нашей адаптацией, нашим способом, значит, борьбы, так сказать, за существование стало использование орудий. И мы пошли по этому пути, наши предки. И вот мы по нему идём. И это как раз вот приводило к появлению всё более и более совершенных орудий. И вот всё, что нас окружает, это оно и есть результат технического прогресса вот толчком, который был вот когда-то там первое там изготовление какой-нибудь там заострённой палки, или там первого чоппера алдувайского, которым было удобно колоть орехи. Ну вот сейчас там, допустим, какие-нибудь капуцины в Южной Америке тоже колют орехи камнями. Может, человечество вымрет через миллион лет, капуцины тоже там гаджеты какие-нибудь создадут. Ну, не через миллион лет, может, через два миллиона. А может, у них быстрее это пойдёт, чем у нас. Тут очень важно, чтобы человечество не вымерло, если какие-нибудь дяди решат нажать на кнопочки. Ну да, вот это всегда важная оговорка. Если человечество не вымрет в ближайшее время в результате там чего-нибудь нехорошего. А вы верите в теорию того, что цивилизация развивается циклитически, вот доходит до какого-то своего пика и потом самоуничтожается? Ну, я не знаю, там шумеры, ассирийцы, вот мы теперь. Это норма? Это такая красивая модель, она, мне кажется, очень простой. Да, наш мир устроен так, что все системы, они рождаются, потом переживают, там есть вот эта S-образная кривая, рождаются, потом переживают некий этап бурного роста, потом он постепенно какой-то ресурс, потому что, как бы, существует закон сохранения энергии и закон сохранения материи, и это значит, что, как бы, любая система, она какой-то ресурс потребляет и рано или поздно съедает его целиком. После чего наступает там некая стагнация и смерть. Ну да, и, видимо, общество тоже подчиняется этому правилу. Ну, это такое очень простое, потому что, если мы начнем там каждую из этих цивилизаций рассматривать, мы увидим много нюансов, но этим занимаются там крутые историки, которые настолько хорошо владеют материалом, что могут вот это все сравнивать. Это, как всегда, как говорится, дьявол в деталях, а деталей там огромное количество. Вот там есть цивилизация древнего Египта, но вот исчезла ли она или все-таки не совсем? Вот, потому что есть потомки людей, которые жили тогда, есть, как бы, ну, исчезнувший практически, ну, все-таки почти, коптский язык, который наследует древнеегипетскому. Есть ряд понятий и там направлений деятельности, которые были созданы в древнем Египте и потом унаследованы другими обществами, которые пришли на смену. То есть полностью, мне кажется, никогда не исчезает. Вот, что-то всегда дает. Это такой оптимизм. То есть рождается новая цивилизация, которая в какой-то момент должна превзойти вот этих предковых. Будем надеяться, что все к этому идет и что люди, которые придут после нас, будут добрее, гуманнее. И мозги будут использовать не для того, чтобы убивать друг друга, а для того, чтобы делать какие-то правильные вещи. Александр, скажите, есть ли вещи на этой планете, которые вас удивляют и которым вы не находите объяснение? Вы, как человек, который подходите ко всему с точки зрения науки, есть необъяснимые какие-то вещи для вас? Или вы все можете объяснить или, по крайней мере, можно найти людей, которые могут это объяснить? Огромное число вопросов в науке, например, в котором нет объяснений или нет ответов. Так. В том же антропогенезе куда там ни ткни. То есть картина никогда не будет полной. Это как раз вот тоже такая диалектика знания. Знаете, чем больше узнаешь, тем больше вопросов возникает. То есть вот когда-то, в 19 веке, когда появилась только идея антропогенеза, происходения человека от обезьяноподобного предка, то была очень простая схема. Обезьяна, потом какой-то пятикантроп, человек. Потом, значит, там стали по мере... Добавляться. Добавляться, 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 добавляться. Но дырки-то всегда будут. Они есть. Уже сейчас между гидельбергским человеком и ранним неандертальцем. Вот как этот переход произошел. Там есть у нас Homo habilis, но по ним там много черепов. А вот что у них там было ниже черепа, мы не очень хорошо знаем. То есть вот всегда хочется больше. И всегда появляются новые находки, и возникают новые вопросы. И это круто. Вот это вот такое бесконечная спираль вот этого познания. Как раз, мне кажется, то, что заставляет жить и как бы постоянно удивляться. А что связанное с археологией больше всего вас поразило? Вот вы столько всего видели, вы участвовали сам в археологических раскопках. Что больше всего вас поразило? Так, что меня больше всего поразило? Ну, вот некоторые... Сейчас просто палеогенетика такие вещи творит, которые еще 10 лет назад, 15 лет назад просто казались совершенно невозможными. То есть когда, например, находят даже не кость человеческую, а жвачку. Вот жвачку, которую некая девочка жевала 10 тысяч лет назад. Из нее извлекают ДНК этой девочки. Ну, и определяют, что это девочка. И что у нее были голубые глаза и темная кожа. И какие бактерии жили у нее во рту. То есть, соответственно, что у нее там десна были больные. И что она ела. Что она ела фундук и утку какую-то. Ну, то есть, ну вот, как это можно узнать без машины времени вообще? Такие детали. Но узнают. Это, конечно, просто потрясающая вещь. И причем дальше, все дальше в прошлое. Потому что там когда-то казалось, что там, не знаю, тысячи лет какие-то пределы. Сейчас уже 2 миллиона лет перешагнули. Вот есть ДНК древняя, которая 2 миллиона лет. Ну, это понятно, это супер особое условие. Это многолетняя мерзлота из кернов из Гренландии. Но все равно 2 миллиона лет. И я уверен, что это не предел. Это, конечно, потрясает действительно. Все время смотреть в прошлое, это не утомительно? Потому что про будущее можем только фантазировать. Мы все время смотрим в прошлое все вообще. Вот мы сейчас с вами говорим. И любая фраза, которую мы произносим, она уже в прошлом. То есть, настоящего и будущего нет. Есть такая замечательная шутка. Авторы не я, а я уже не помню какой-то из физиков. Что вот я на вас смотрю, но вот свет от вас сначала долетел до камеры, потом по проводам доехал до меня. И я вижу вас чуть-чуть моложе, чем вы есть сейчас. Понимаете? То есть, я в прошлое обращаюсь к вам, к вам прошлому обращаюсь. А вы, соответственно, из будущего на меня смотрите. На вас в прошлом. Да, да, да. Поэтому вообще очень многие науки, включая физику, астрономию, так или иначе имеют дело с прошлым. Мы изучаем прошлое. Мы изучаем тексты, написанные в прошлом. Но другое дело, что это прошлое. Это может быть вчера, а может быть миллион лет назад. Так что никакого я не вижу тут. Никакой проблемы. Ну что, большое спасибо. Мы желаем вам удачи. Большие приветы к господину Дробышевскому. Продолжайте снимать замечательные видео, рассказывать людям про все то, что вас волнует, просвещать. Это действительно, наверное, то, что нас всех спасет, потому что мы живем в непонятном абсолютном мире. Хотя, казалось бы, да, у человека все есть. Все для того, чтобы мирно сосуществовать, жить и творить. Но почему-то человек... Вот эта вот загадка, она не дает мне покоя. Почему люди убивают друг друга? Почему цивилизации погибают неестественным путем? Они не чахнут. Они должны быть обязательно испепелены, взорваны, вырезаны. Почему это? Что это? Когда вот эта ошибка в мироздании закралась в наш мозг? Никак я закончить не могу. И можно ли рассчитать эту ошибку? Если бы у нас была машина времени, мы могли бы полететь туда и вот у этой шимпанзе вот эту агрессию отобрать? Или нет? Это невозможно. Это тоже является таким краеугольным камнем. Ну, тут очень легко скатиться к некой демагогии. Ну, вообще, в принципе, считается, что агрессивность и постоянная конкуренция за пищу, за половых партнеров – это все в том числе двигатель прогресса, двигатель развития общества. А с другой стороны, неизбежна при этом борьба, которая приобретает насильственный характер. Что если бы наши предки не были агрессивными, может быть, никакого общества бы не сложилось. И как раз я не так давно разбирал космическую Одиссею Кларка, где как раз там в том числе показано, как инопланетяне научили этих вот обезьяноподобных предков, в том числе, лупить друг друга палками вообще. И это было частью того знания, которое они дали человечеству. А потом, если вы помните, он бросает эту кость в фильме, и кость превращается в космическую станцию. Но здесь как бы некая аллегория. Этой кости он только что уработал какого-то там вождя враждебного племени. Поэтому некий парадокс, что, например, война является тем, что движет технический прогресс. Это факт. Да. Вот, но может быть, человечество уже развилось настолько, что необязательно делать какие-то крутые изобретения, чтобы только там убивать друг дружку. Но вот мне кажется, что уже все-таки настал момент завязывать с этим. Но мы видим, что природа человека вот такая двойственная, сложно ее менять. Вот, я надеюсь, ну как бы есть некоторые оптимистические исследования, которые показывают, что все-таки в целом уровень насилия постепенно снижается. Слушайте, ну как-то он постепенно снижается, но с каждой мировой войной количество жертв увеличивается. Ну вот, как бы я, в данном случае, я эти исследования сам не читал, только слышал цитаты. Надо посмотреть, как они его измеряют. Но вот как раз как-то в расчете на среднего человека, то есть, да, людей гибнет много, но людей очень много. И в среднем еще понятно, что можно брать разные общества. Но вот еще, может быть, там пару веков назад, ну уже не говоря про то, что мы там бы с высокой вероятностью умерли бы от болезней. Вероятность того, это мне объясняли, да, вероятность того, что два века назад ты бы умер от насилия, сейчас гораздо больше, чем сейчас. Да, была. Ну и то, чтобы ты-то просто мог огрести там от кого угодно на улице. И, в общем, закон бы тебя никакой не защитил. Вот, сейчас все-таки я вот, ну, по-разному бывает, учитывая там ситуацию, в которой мы живем. Ну, хочется надеяться еще раз, что в целом, в целом прогресс здесь есть, и уровень насилия снижается. Хотя, конечно, это не такая вот прямо, это вот как-то вот так вот. Слушай, ну это вот... Кризисы могут случаться. Вот вы сейчас говорите, а я это сравниваю с тем, что вот мы же не замечаем, как сейчас эволюция происходит. Вот мы не замечаем, что уровень насилия сейчас снижается, но, может быть, он на самом деле снижается. Ну и еще я вспоминаю историю о том, что ведь есть такие замечательные шимпанзе Бонобо, да? Да, Бонобо. Бонобо, да, которые все свои вопросы решают с помощью любви. А их соседи, другие шимпанзе, обычные, они вот решали с помощью палки и агрессии. Мы, видимо, все-таки ближе ко вторым, чем к первым. Ну, на самом деле про Бонобо это тоже некий миф. Потому что, ну да, у них есть... Ну, в общем, я-то как раз читал всякие исследования, касающиеся убийств у шимпанзе. Бонобо тоже убивают друг друга. Ну, там пореже это происходит у них, но, с другой стороны, как бы их не так... Много. Их не так много. Их, может быть, они не в такой степени изучены, как шимпанзе обыкновенные. У них тоже случается, у них агрессия и насилие присутствуют. Но, может быть, да, чуть меньше, чем у шимпанзе, значит, у больших шимпанзе, скажем так, у обычных, обыкновенных шимпанзе. Вот. И действительно, у Бонобо там у них встречается более такая, что ли, как это, независимая роль самок, которые могут объединяться, чтобы давать отпор самцу. Ну, в матриархате... Мы вернулись к матриархату, да. Не совсем матриархат, но более равный статус, что ли, самцов и самок. Вот. И да, у них такая любвеобильность. То есть, там вот их как раз их популяризировал, там, этот самый Вааль, когда он про них писал. Камасутру их там. У них там очень разнообразная, богатая половая жизнь. Можно позавидовать. Слушайте, и чтобы зафинализировать о том, что действительно мы все очень похожи, и неважно, в каком веке мы живем. Вчера я смотрел 1-8 финала Лиги Чемпионов. И обратите внимание на футболистов, которые забивают гол, что они делают потом на их позы, на их лица, на их гримасы. И сравните это с гримасами гориллы, шимпанзе, даже рычащих львов, тигров, макак-резусов и прочее-прочее. Просто сравните, и вы поймете, что действительно мы все очень-очень похожи. И на самом деле не так много времени нас отделяет от того, кем мы были, наверное, можно так сказать. От наших ближайших родственников в прошлом. Ну что ж, спасибо большое, Александр, было очень интересно. Всего самого хорошего. Я думаю, что разговор понравится нашим зрителям. Пишите свои вопросы, задавайте свои вопросы, делитесь этим видео. И задавайте нам темы на следующие беседы и с кем бы вам хотелось, чтобы мы поговорили. Александр, удачи. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Во-первых, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы нас смотрите и комментируете. У меня к вам есть маленькая, а может быть не маленькая, у меня к вам есть просьба. Делитесь нашим видео больше, комментируйте наше видео больше и ставьте, конечно же, лайки. Таким образом вы будете продвигать то, что нравится вам и то, что сделано с любовью нами. Во-вторых, вы можете нам помочь также финансово. Для этого у нас есть Бусти, Патреон и, конечно же, славсите господи, Ютуб. Помогая нам, вы помогаете нашей большой профессиональной команде, которая абсолютно независима. И, конечно же, ей нужны деньги для того, чтобы жить, творить и делать замечательные вещи и дальше. Ну и в-третьих, у нас замечательные просмотры. Каждый наш эфир минимум смотрит 10 тысяч человек. Ну а максимум несколько сотен тысяч. Так что это отличная история, в которую можно вставить свою рекламу или партнерство. Все в описании. Так что смотрим, лайкаем, делимся, помогаем финансами или же просто вкладываемся для того, чтобы потом у вас дела шли хорошо. Карму никто не отменял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok